всем добрый день вы на канале творческий мирок и это вторая часть вязания нашего нашей лисички вот в которой мы будем нашу головушку оформлять мы связали в прошлой части все детали ушки мы не пришиваем пришивать мы будем самом конце вот но я всегда их прикалываю и держу на булавочках для того чтобы мне видеть как оформлять головушку как все будет смотреться вот что нам нужно сегодня для оформления но это конечно же глазки 12 миллиметров носик у меня бархатный вот шплинты и диски у меня нет сильно больших дисков поэтому я останавливаюсь на пуговицах на деревянных вот беру две пуговицы они мне 30 сантиметров довольно крупная лисичка у нас получается с вами вот кроме этого для оформления нам понадобится для тонировки снова наш марс коричневый темный вот я сразу же первым делом его выдавливаю потому что нужно чтобы он отстоялся и масло впиталось вот пока мы будем заниматься основным оформлением масло как раз берет в себя все необходимое вот все я маленько выдавила на бумажку и отложила в сторонку кроме этого нам понадобится черно-гелевая ручка или тонкий линер у меня вот такой вот принципе это и другое нам подходит можно даже шариковую черную ручку использовать поэтому в принципе я и шариковой выполняла тренировку вот снова моя маленькая часть для начесывания липучка основная моя пуходерка так все с чего мы начинаем утяжки у нас уже сделано поэтому мы можем смело вклеивать глазки так сейчас я установлю вот клей я использую клей момент кристалл так а где он вот он вот гель прозрачный клей всегда только им пользуюсь потому что я уже и привыкла к нему и мне он очень нравится то что тем что он сразу никогда не застывает то есть при необходимости можно что-то исправить так перед тем как наклеивать глазки нужно их примерить как они будут и где располагаться смотреться поближе подальше то есть сориентироваться на месте так вот я думаю вот так вот как то это все будет выглядеть даже поближе так носик прикинем вот в принципе все устраивает меня поэтому я начинаю вклеивать на глазик и вот сюда в саму лунку в утяжку и вклеиваем так беру кладу поправляю смотрим не звали что темная часть глазок если у вас глазки темный верх белый низ то вот так мы и клеим обязательно раз сильно пока не зажимаем потому что нам нужно чтобы оба глазика располагали симметрично поэтому сейчас мы все сделаем и потом их прижмем когда будем уверены что все нас устраивает так смотрим все если все устраивает зажимаем зажимаем зажали так дальше далее нам нужно связать веки вот веки мы вяжем по желанию поэтому смотрите хотите можете связать хотите нет тут дело вкуса я всегда своим зверюшком вижу веки мне вот я не так больше всего нравится и так я оставляю с одной стороны кончик длинный и вижу восемь столбиков без накида крючком номер два раз два три 4 5 6 7 8 оставляю тоже нить по длиннее первое века и второе сейчас точно так же так раз два три 4 5 6 7 8 беру эти оба века на пальчик накладываю 1 это для того чтобы сейчас их начисать 2 все и вот они у меня как колечко все в одну сторону по часам в другую то есть нам нужно чтобы самих петелек не было видно вот мы почесать все почесали примеряем теперь на глазик так вот если все устраивает тоже вклеиваем смотрю как можно по-разному их вклеивать или полностью сверху я думаю что он у меня такой озорной будет поэтому они будут только сверху не по бокам раскоса располагаться а именно сверху все я смазываю клеем пишут и пишут века и вклеиваю все вот так вот полностью прикрепляю его я не буду делать ресницы лисику хитрец будет я думаю что это будет мальчик хотя сейчас когда родится там уже наверное будет виднее вот это первое точно также вклеиваем второе века вот так сейчас получилось пока эти ниточки не прячем пусть хорошо веки приклеится потом мы ниточки прячем спрячем а пока мы вклеим носик клей схватывается довольно таки быстро вот этого хватает и для того чтобы исправить если это необходимо и для того чтобы клей схватился так носик место для носика смазали так и приклеиваем прижимаем хитрец получит мне кажется у меня получается мальчик так последнее время по моему вязались связались много девочек вот да а нет у меня создались на тесте ки собачек у меня были там и мальчик и девочка были вот хамелеончик до этого связался девочка была ажурная все этих бусинках красивых розов в розовых тонах вот носик прикрепили так теперь в принципе можно уже все клей подстыл немножко и можно заправить наши вот эти вот оставшиеся пончики все берем его с большим ушком продеваем и заправляем мы заправляем очень просто берем сюда же вводим и выводим наше отверстие осталось от головы все заправляем все ниточки и так идем дальше теперь мы приступаем к тонировке одному из самых ответственных дел и так тонировать я напоминаю что мы будем масляными красками и линером или гелевой ручкой так у лисиков что касается глаза какие особенности смотрите мы как обычно вот в наших видео мы тонируем область вокруг глаз а вот здесь у них вот внутренние уголки глаз они ярко-ярко черного цвета прям и сюда выводятся у них где слезки появляются вот прям черным черным цветом будем здесь проходиться и уголки глаз тоже сюда чуть-чуть мы прям черным цветом пройдемся и так ну а начнем мы тонировать конечно же масляной краской коричневого цвета и так и вак и ротик мы тоже конечно затонируем кисточкой и растираем краску и начинаем тонировать вокруг глазок я тонирую и вот начинаю прорабатывать внутри глазик пока только коричневой краской только вокруг глазика пока вот первый глазик пока нанесли ставили таким образом и сейчас тоже самое делаем со вторым можно прям перевернуть к себе игрушку к верху к верху ногами и тонировать это для того чтобы сохранить симметрию все прям слоями наносим раз один если потом на него еще один и углубляемся вниз также вокруг глазика туда вовнутрь вот даже у нас вот этот получился поярче поэтому нам нужно привести к тому же и второе обязательно вот смотрим чтобы они были одинаковыми обязательно вот далее пройдемся по у носику не по носику полчаса по нижней части от носика вот так вот и туда глубину ротика вот у нас как получается и здесь мы берем спицы приподнимаем ворс ворс чтобы нам пробраться туда чтобы нам пробраться туда и вот так вот тонируем сейчас вот покажу вот здесь мы по нашей линии наносим тонировку так так то есть приподнимаем и вот прокрашиваем получается вот так вот так и то же самое с другой стороны мы приподнимаем ворс приподняли так так и прокрашиваем вот так вот и вот сюда маленько на подбородок он выходит вот теперь а вот с помощью на нашей вот этой вот липучки прикладываем ворс на место возвращаем смотрите я как почесываю то есть у меня отсюда вот так вот выходит ворс чтобы вот вот такие вот лись лисе были щечки так и так идем дальше теперь можно подтонировать у носика сверху вот здесь вот это вот место для реалистичности так и еще раз пройдемся чуть-чуть по глазкам добавим им яркости на тон ярче сделаем так вот ярко ярко так теперь мы сначала краской будем намечать линии у переносицы и вот здесь и так вот примерно как они пойдут получается вот здесь вот так вот вот аккуратно вот здесь прям только намечаем вот такие вот раз и здесь намечаем то есть как будто стрелочки так перед тем как их потом ручкой тонировать мы их сначала намечаем так так теперь смотрим чтобы они у нас шли одинаковыми были так вот здесь получается вот отсюда нужно чтобы еще добавить шла так так и здесь получается сверху вот так почему-то у нас вот здесь не так ярко ложится вот так это первая часть и вот здесь у нас у переносицы мы прям начинаем начинаем сильно-сильно прям тонировать пока только коричневой краской смотрите видите что вот я делаю получается вот сюда вывожу вот так это один глаз и вот здесь точно так же нужно сделать у второго аккуратненько прям не торопимся лучше подольше с этим посидеть чем потом исправлять прям вот сюда выводим вот смотрите следит сверху мы посмотрим теперь нам нужно все это дело выровнять чтобы она шла у нас равномерно так уголки эти аккуратненько медленно осторожно поступательно лучше не торопиться потому что краску масляную потом что-то исправить будет крайне тяжело вот посмотрели сверху нас устраивает по бокам ну собственно говоря спереди так можно нанести еще добавить вот сюда мы сейчас еще ручкой здесь добавим прорисуем вот сюда основные вот так вот что сейчас у нас получилось теперь мы берем ручку гелевую расписываем и все и наша задача пройтись и вот здесь вот пройтись хорошо раз маленько тут видите что не пишет раз добавили она гелевая ручка очень хорошо пишет пишет по пряже вот так ну а здесь получается мы добавляем черного цвета прямо смотри сейчас попробую поближе показать вот то есть раз раз и прям подкрашиваем видите у меня прям уже затемнен уголок получился все и вот туда начинаю прокрашивать прям знаете такими красящими как будто кисточкой вы увидите она прям хорошая дает цвет видите у меня прям темнеет шариковая тоже можно но гелевая она лучше пишет по ткани ой по ткани по пряже вот видите прям прокладываю так и еще один момент смотрите сейчас возьму спицу получается мы вот эти вот места с вами не тонировали вот их ручкой проходимся здесь должно быть видно смотрите вот я прям пишу по ней то есть пишет очень-очень хорошо так и тонируем изнутри вот здесь ручку про видно что она пишет вот и так вот что получилось с первым глазиком так теперь все то же самое проделываем со вторым глазиком видите насколько вот этот первый сейчас у нас получился ярче чем второй все делаем точно так же второй и встречаемся и так вот такая вот у нас лисия голова после второго глазика получилась яркая смотрите такая прям видно что это уже лис появляется вот ну и осталось нам закрыть отверстие и ставить шплинты итак посмотрите когда пуговицу если она с углублением вовнутрь в пуклое нужно вставлять пуговицы чтобы до выпухлости совпадали и такой момент иногда у пуговицы очень большое отверстие и наши шплинты проходят через него что делать в такой ситуации все просто вставляем шплинты берем алюминиевую проволоку или любую другую медную такую чтобы она проходила вот в эти вот отверстия шплинты берем вставили обрезали так оп и все и проволочку закрутили оп 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 ой вот все теперь наши шплинты никуда не денутся и можно смело затягивать все итак мы с вами заканчивали вязание на том месте когда были два столбика без накида два столбика без накида три столбика без накида убавка провязываю еще один ряд два столбика без накида убавка вставляю шплинт и довязываю наши ряды до конца и так это если вы хотите чтобы ваша голова была на шплинтовом креплении если вы хотите пришивать голову обычно чтобы она не крутилась пожалуйста шплинты убираем в сторонку и просто обычно довязываем нашу голову итак все довязываем встречаемся когда будет готово посмотрите я решила остановиться вот на этом этапе я вывела нити все вовнутрь этого лучше конечно не делать лучше в самом конце это сделать но мне нужно получить хорошие фотографии вот этого этапа чтобы вам показать когда и на обложку поставить если вы трудной тесте не боитесь потому что потом не очень удобно будет с ушками все все дальше работать когда мы пойдем вязать туловище если не боитесь тоже можно вывести вот и сразу же вот эту большую часть обрезать и остальное вот сюда спрятать вот сразу же спрятали 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 и в деле наш диск до пуговицу нашу так и все это я провязала ряд где два столбика без накида убавка так и вот сюда вот все устанавливаем по центру все и далее вяжем один столбик без накида убавка вот наш лис ох хитрый сразу же видно хитрая мордаха получается лисе мы еще начешем смотрите потом вот эту вот нижнюю часть тоже начешем хорошо и у нас ворса появится побольше и мы вот так вот тут все расправим здесь я сейчас маленько почешу чтобы примерно образ посмотреть вот смотрите хитрюга получается и так все довязываем закрываем наш плинт ну вот мы закрыли отверстие начесали сделали небольшую прическу и вот что у нас получилось на данный момент вот ушки я не стригла я еще пока думаю мы когда его полностью соберем мы посмотрим возможно мы добавим рыжего от цвета тонировки на переносицу вот в эти вот места вот по бровкам но пока это я еще думаю надо будет смотреть уже по готовности на игрушечке и так а пока мордашка наша выглядит вот так вот вот такой у нас хитрец лис и так спасибо за внимание буду рада вам на следующем этапе вязания лисиков вот показывайте пожалуйста ваши работы в наших соц сетях под видео есть все необходимые ссылки поэтому ждем ваших этапчиков ваших отчетов я публикую ваши работы на стене группы поэтому буду ждать до новых встреч в следующем этапе до новых встреч у нас это по-другому по-другому как у нас в у с у Продолжение следует...